Доброе утро, друзья! Видео начинается со скольки? Ну, сколько, наверное, штук 6 полицейских. Вот так вот прикольно. Кого-то остановили, а мы с Алиной едем сейчас в Home Depot. Это местный строительный магазин для того, чтобы подобрать все, чтобы установить розетку на Теслу. Я вам чуть позже уже, когда будем в строительном, расскажу. Я думал, там все гораздо проще. Я думал, там будет все настолько же просто, как с лифом. Раз-два, там что-то три проводка, Сережа их внедрил тогда, и все работало вообще отлично. Но там просто разница в том, что, например, лифт заряжался, ну, вообще медленно, типа 10 миль в час. Вот. Тесла может заряжаться до 5 миль в час, то есть где-то до 7 километров, а по факту это где-то 4-5 километров в час от обычной розетки. Во-первых, у нас это работает только если использовать удлинитель, потому что нигде близкой розетки нету, нужно только щитка выводить, если это уже делать. И плюс, согласитесь, 5 километров мало, и там за ночь это 50 километров, это вообще, типа, я проезжаю по 100, 150, 200 километров в день. Поэтому нужно устанавливать розетку помощнее. И там уже идет большое количество стандартов, можно сделать два варианта. Купить либо тесловский wall connector, как-то так он называется. Когда вы такую вот большую штуку ставите на стену, и она заряжает в случае с Model 3 до 40 миль в час. То есть это, типа, 60-65 километров в час, это быстро. Это, типа, я приехал вечером, и оно там за 5-6 часов до 100% снова перезарядило, я готов ехать. Но снова-таки, это надо покупать тесловский wall connector, он стоит порядка 500 долларов. Его нужно тоже профессионально инсталлировать, и есть способ гораздо быстрее. Обычно, когда вы покупаете теслу новой, у вас идет такая сумочка с travel connector. Типа, вы поехали в путешествие, как раз та, которая подключается в розетку. Но тесла сделала умно. У нее есть сверху съемные разъемы. То есть вы к этому коннектору, я не знаю, машина придется аукционом, у меня либо будет эта зарядка, либо нет. Если ее не будет, то эта будет стоить не 500 долларов, а я могу ее купить за 200. Дальше за 30 долларов я покупаю коннектор к ней, просто переходник. И устанавливаем специальную розетку, от которой она уже будет заряжаться 30 миль в час. То есть не 60, а 50 километров в час где-то. И этого тоже с головой достаточно. Во-первых, дешевле. Во-вторых, проще. Я в заметках записал полную инструкцию от Сережи. Плюс он щитка вытащил вот этот свитч, чтобы я посмотрел какой коннектор. И мне сейчас такой на 50 ампер нужно купить. Плюс надо купить провода, плюс саму розетку, плюс короб для нее. Ну, то есть всяких разных инструментов, чтобы это сделать. И можно было сразу быстро дома заряжать Теслу. Чтобы вы понимали, с количеством километров, которые я наезжаю, я все вот это оборудование отобью за первый месяц. Только на экономии на бензине. У нас есть список. То есть нам нужны самые толстые провода. Красный, белый, черный, зеленый. Получается по два фита каждого. Нужна бакса для розетки, сама розетка и кавер на него. Вот. А, и вот такая вот штука на 50 ампер. Это разъем 1450 на 50 ампер. То есть точно такой же я куплю адаптер на Тесловскую зарядку. То есть вот так оно будет выглядеть. Сейчас нужно найти вот этот вот Wallplate. Нужно найти под него короб, такой вот как коробочка. И провода. И нам нужны самые толстые. Получаются, наверное, вот эти, да. Вот, на этом у нас написано, я не знаю, сколько ампер, но нам, короче, нужно 50. Двойной. Так, двойной разъем. Видите, собственно говоря, в чем разница? С вот этой пропускной способностью он может заряжать, типа, 5 миль. С вот этой может заряжать до 40. То есть в чем разница? Видите, он в два раза толще. И, естественно, мощнее. Смотрите, подобрали этот, с Сережиной помощью, бокс. И нужен еще на него кавер. Материалы обошлись в 30 долларов. Если у меня в Тесле уже будет зарядка, которая идет с завода, то всего, считайте, чтобы заряжаться с домом, потратим 30 долларов. Если нет, то где-то под 300. Точнее, ну, где-то 250. Вот. 30 долларов материала и еще 1 доллар 50 в флажок, да? Америка, Америка. Сережа, короче, одобрил наши покупки. Единственное, говорит, если будете проезжать строительный, а мы его будем проезжать, купить на две розетки, потому что у нас есть одна двойная, которая не работает. Он говорит, раз я уже буду останавливать, купи двойную. Я сразу поставлю вторую розетку, вот. Она будет рабочая, красивая, отличная, вот. И в одну можно будет заряжать Теслу, а в вторую просто что-то втыкать, заряжать, я не знаю. Там у них нет полностью закрытой. Одна на высокое напряжение, одна на маленькое. Но, по идее, должно подойти на две розетки. Разъем еще пятерик в наш бюджет. По сравнению с ценой зарядки. О, кстати, надо посмотреть. Я хотел на ebay, короче, парень выставил на аукцион зарядку Тесловскую, которую все продают типа за 300. Вот, оригинальную, за 100, вот. И она играется на аукционе через сколько? Через час сорок девять. Я надеюсь ее выиграть за соточку. Но мы не были ни в парке, нигде. Вот, поэтому выбрались на озеро, посмотрим. Погуляем, что здесь, когда здесь. И, естественно, в прекрасной компании белой Теслы. Ууу, он эти, как их покрасил суппорта в зеленый. В моей, кстати, тоже можно будет. У них, короче, диски, в которых очень четко видно суппорта. Зеленый вообще стильно выглядит. Я бы в красный покрасил. Зеленый мне нравится. Есть такой мятный, кстати, это вот 2021, это последний. А, нет, это 18, он ее... И камеры тебя снимают. Ага, камеры меня снимают. У него, он ее обтянул. Я думал, это 21, потому что 21 уже идут с черными молдингами. Нет, это он его обтянул. Но я тоже антихром сделаю. Вообще четко. То есть у меня точно такие же диски. Вот, он четко сделал колпаки с зелеными. Желтый, красный, может, что-то такого сделаю. Друзья, не забывайте, что вот-вот стартует мой курс по Ютубу «Количество мест ограничено», в который я доработал просто до идеала, в котором я вас научу от того, как просто оформить, создать канал, от того, как оптимизировать, начать получать миллионы просмотров ежемесячно, добыть свои первые 100 тысяч подписчиков, получить серебряную кнопку и превратить ваше хобби параллельно в работу. В общем-то, что вы получите? Помимо чек-листа по оптимизации, списку нужного вам оборудования, вы получаете курс и доступ в закрытый чат Телеграм, где вы со мной и такими же, как и вы, новичками и не очень, сможете даже после окончания курса обмениваться информацией, помогать друг другу коллаборировать. В общем-то, вот такой вот незаменимый ресурс. Ну и, естественно, фишка именно этого курса, то, что параллельно с вами, абсолютно с нуля, неделю назад я запустил американский канал. Расскажу и покажу все, естественно, на курсе. Но вот, например, посмотрите статистику за вчера. Неделя с момента создания канала. А уже такие результаты. Это значит, что и вы сможете добиться точно таких же. Потому что я о нем не говорил нигде. Абсолютно нулевой канал. Потому что если бы я рассказал на YouTube-канале, это было бы неинтересно. Налетела бы туда куча аудиторий и все. Мы в этом парке еще не были, но, по-видимому, здесь так, дикая местность. Озеро, лес, камни. Так, чисто на прогулку. Удивление, рыбаков очень много. Видимо, начался сезон. И он таскает что-то, таскает. Здесь это, которая сточная рыба, которая проплывает мимо, и они ее хватают. Видите? Тут, видимо, именно местность такая классная. Потому что вон, вон рыбак, вон рыбак. Третий рыбак. Вон ребята идут. Там ребята рыболовили. Прыгай, моя тюлька, на тебя мы словим карася. Парк прикольный, но, к сожалению, мы без удочек. А без удочек тут особо нечего делать, как оказалось. Я просто вбил ближайший парк с речкой. Вот, а оказалось, тут чисто рыболовная движуха. Друзья, к сожалению, меня ждало разочарование под конец дня. Я выслеживал зарядку для Теслы. Ставил на ebay. А я, как, собственно говоря, работал в этой сфере. Я знаю, что на аукционе порой люди выигрывают с такими дикими, хорошими ставками, что ты сам думаешь, что за такую цену купил бы этот товар. Ну, то есть, реально, у меня были товары, которые стоят там в ритейле, в продаже 100 долларов, и люди их выигрывали за 5-10. Но я точно знаю, что аукционы на ebay это классная тема, когда нет людей, которые создают конкуренцию, ставят. Я нашел зарядку для Теслы. Если вы не успели кого-то перебить, все, продукт ушел. И я смотрю, никто ставку не поставил. Нет ни одной ставки 100 долларов. Я думаю, но вдруг сейчас будет кто-то бороться. Скорее всего, он поставит стандартное повышение на одну цену 105. Остается 4 секунды. Я понимаю, что, ну, типа, все, надо ставить. Никто не поставил. Скорее всего, выиграл. Ставлю с запасом 150. И думаю, ну, сейчас я, наверное, за 100 ее заберу. Если даже кто-то поставит 105-110, за 115, получается, она мне уходит. Я остается 4 секунды. Я тыкаю, остается 3 секунды. Ставлю свою ставку 150. Какой-то парень ввел там 160 или 170. И она, короче, в итоге ушла за 167. Все еще сладкая, горячая, хорошая цена. Я просто был уверен, что я ее заберу. И поэтому поставил всего 150. Завтра или послезавтра придет уже Тесла. Больше горячих вариантов нет. Поэтому я, скорее всего, поеду к Олегу. Куплю сразу зарядку, чтобы, в общем-то, начинать ее оживлять. Тут просто поехать на заправку канистру купить не получится. Тут именно нужно будет ее заряжать. Плевать, если я заболею. Я там себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Доброе утро, друзья. Прошлая неделя вся была выходные. У американцев был президентский день. Но они сделали неделю каникулы. В общем-то, отдыхали. Я сегодня проснулся от того, что реально нужно уроки делать. Я сейчас жду. Сейчас будет, по-моему, третий урок. И либо сегодня, либо сегодня, либо завтра приедет уже моя Тесла. Камеру зарядил, стабилизатор зарядил. В общем-то, в предвкушении. Совсем не до уроков мне. Но они вообще что-то с ума сошли. Там я не знаю, сколько. Наверное, заданий 5 или 6 задали. Вот, типа, только на сегодня. Надо, короче, смотреть и делать. По-быстрому все дела закончить. Потому что, если приедет Тесла, то ее нужно будет сегодня же оживлять. Потому что она сейчас не на ходу. Она не ездит. Я примерно знаю, что мне нужно сделать, чтобы она, как бы, поехала хотя бы пару метров своим ходом. И чтобы загнать ее, как минимум, в гараж. Потому что, ну, типа, машина без бампера, ничего, с открытыми дверьми. Ну, то есть, типа, вроде район безопасный. Но там, типа, какие-то сенсоры-датчики, которые у Теслы стоят по 500, по 1000 долларов, вообще без проблем снять. Там держится, типа, на 3-4 болтах. Поэтому лучше загнать в гараж, закрыть дверью, гараж закрыть на замок и все. Поэтому заканчиваем все дела и ожидаем машину. Что-то прекрасное. Сейчас Дима хочет со мной поехать на улицу разборок. Будет покупать выхлоп от М5. Мне кажется, вместо того, чтобы купить М5, Дима М5 собирает по запчастям. Двигатель почти как у М5, выхлоп как у М5, диски под М5, М-пакет и вот это вот все. В какой-то момент он придет к тому, что шильдик 550 можно будет поменять на М5. Но, тем не менее, едем за выхлопом. Там сразу есть разборка Теслы. Я у них был 3 дня назад. На всякий случай, как раз, если будем там, проскочу, спрошу, есть ли еще там запчасти. Что ты мне расскажешь? Я не выхлоп от М5 покупал. Пацаны, почку продал, снимает кэш, резонаторы покупает или... А, за глушителем мы, по-моему, едем от М5. Говорит, осталось все, кроме глушителя от М5 и тогда можно делать стейдж 2. Бедненькая, думала кататься будет нормально, а тут пришел изверг, стейдж 2 делает. Думаем, что это парень на вон той пятерке, потому что, ну, кто может подавать от выхлопа от БМВ, как не владелец БМВ, правильно. Загружают, загружают. Так, БМВ-сты друг другу верят, они даже не проверяют. Хотя, что там проверять? Куски металла и готово. Приехали тоже на пятерке, только постарее. Мне кажется, они вообще работают где-то вот здесь на улице разборок, вон она, 3 минуты отсюда. И просто решили здесь встретиться, чтобы никаких потом вопросов, если возникли, не было. Это же БМВ как-никак. Вау, и что здесь? Ты что? Это оригинальная от М5. Выклоп. Банка как банка. Ничего себе, ты посмотри, какая у меня, у меня вопрос 20, здесь больше. Сейчас какой-то сварщик обогатится, когда это все нужно будет сварить. На еще одну разборку, где я был уже, вот, говорят, никакого завоза нету и новых не приходит. Сейчас еще коллегу заедем, спрошу, потому что у него там каждые 2 дня новые поставки, новые с разборки, вот, может появились. Видел, как там все просто, Егор, батарейка, да, мотор. Да. Он говорит, я за весь опыт с Тесном, я говорю, только один раз видел, чтобы человек на S накрыл, типа, ну, мотор, двигатель. А, они не ломаются? Они ломаются вообще. Ну, только если удар слишком сильный, понял, его там согнуло. А так, говорит, вечно. Ну, а что, у тебя там одна передача, просто мотор, двигатель покрутило. Кстати, у Model 3 есть масло, прикинь. Я не помню, куда оно идет, но там такой манюсенький фильтр идет. И снизу, я не помню вообще, в какую часть он идет. Или за трубой, чтобы BMW не было труба. Мне нравится сразу, что ты знаешь, куда нужно идти. Вообще, я всех знаю, только здесь две банки. Не понял. Вон банки. А, ты про металлические трубы? Да. Здесь, по-моему, нет, он не такой большой. Трубы есть. Ну, ты сварщик, конечно, ну, ты сварщик. Они, кстати, регулируются вот по насадке. А трубы, конечно, не подкопченные. Может, отмыл? Ну, ты знаешь, возможно, а то должны быть черные. Да. Короче, друзья, написал мне Влад с того самого канала Требро. Говорит, доставщик везет. Нужно понимать, что он везет много машин, развозит по адресам. Собственно говоря, абсолютно, как ребята и обещали, будет либо сегодня, либо завтра. Доставщик сказал, что привезет завтра в обед. То есть, ну, типа, как договаривались? Так договаривались. Конечно, душа хотелось, чтобы приехала сегодня уже посмотреть. Ну, вы понимаете, не терплячка. Но, по факту, укладываемся в сроки. Плюс, с какой-то стороны, даже хорошо, понятно, хотелось, чтобы приехала сегодня. Мы заехали к Олегу. Олег мне в очередной раз напомнил, что там для определенных компонентов нужен специальный пятиточечный ключ, который я заказал на Амазоне. И он придет завтра, короче. Почему Амазон доставляет так быстро? Потому что, например, если вы продаете любой продукт, вы его сначала отправляете на склад Амазона. Амазон их всех отправляет по разным складам. Поэтому доставка такая быстрая. Вы им отправляете в какой-то основной. Он рассылает по всем. И получается, что любой товар, он не будет идти, как по всей Америке, 2-3 дня. Склад может быть, типа, в часе езды от меня. Поэтому он уже завтра утром будет у меня. Я заказал ближе к вечеру. Завтра утром он будет у меня. Как раз вместе с Теслой приедет нужный ключ. Плюс, я думаю, завтра-послезавтра подготовим розетку. Я для вас посчитал. Присядем за стул, расскажу. Короче, получается, что заряжаться дома настолько прекрасно. Полный бак от 0 до 100. Если я буду приезжать, заряжать ночью, будет стоить мне зимой 7 долларов. Ночной тариф летом чуть больше. Поэтому во все время года 7 долларов. Полная заправка. По сравнению, например, с Мерседесом, который я заправлял на 60 долларов. То есть, понимаете, разница в 10 раз. Зимой это будет 8 долларов. Всего на доллар больше. Память на камере закончилась. То есть, зафиксировали. В 10 раз дешевле. Плюс, я могу, как только я ее зарегистрирую, как только она будет на мое имя, я могу им написать, сказать, вот у меня машина. Скидываю им, типа, доказательства, что я владелец. И я, к сожалению, не подпадаю под, типа, кредит под новую машину. Если вы покупаете новую, вам вообще дают полторы тысячи бесплатного электричества. Шикардос, шикардос. Но я под него не подпадаю. Все, что они могут мне сделать, это понизить цену за киловатт на, по-моему, полтора цента. И выйдет, что зарядка Теслы мне будет стоить всего 6 долларов за полный бак. И это получается ровно эквивалент в 10 раз дешевле, чем любая бензиновая тачка. Просто конфетка. Друзья, а на этом наш влог подходит к концу. Не забывайте записываться на курс, заказывать на Красти Карт. С вами был Данил Пай. Уже вот-вот такое пушечное видео на автоканале. Я вам говорю, прям готовлю, в лед улетит. Ну, а с вами был Данил Пай. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok